Детское гинекологическое отделение Что об оказании медицинской помощи детям первичной Об организации ее в амбулаторно-поликлинической службе О том, что у нас есть доктора Мы стремились к тому, чтобы врачи-специалисты были у нас в поликлиниках, в амбулаториях Сейчас впервые действительно в Одинцовской центральной районной больнице Появился детский гинеколог, стационарный доктор Куда мы можем направлять детей, минуя маршрутизацию Которую нам предлагала Минздрав Московской области Это Республиканская больница, Морозовская больница Когда мы не знали, куда госпитализировать этих деток И когда возникала какая-либо внештатная ситуация У нас было очень много трудностей Сейчас с открытием этого отделения Гинекологического, детского Данная проблема у нас исчезла Пришел опытный, грамотный доктор Который в состоянии организовать детскую гинекологическую службу в Одинцовском районе Мы всегда рады, когда к нам в наши больницы, в наши лечебные учреждения Приходят грамотные специалисты Правда, искренне радуются и жители Потому что, конечно же, не секрет, что кадры решают все А у нас врачей не хватает Самаровна, как удалось Одинцовской центральной районной больнице Все-таки вас уговорить и привлечь на нашу территорию? Ну, уговаривать долго не пришлось Так как для меня первостепенная задача – это максимально помочь Так как тут нет, действительно, вот, как сказала Нина Павловна И не было детского гинекологического отделения Как только поступило предложение, я с огромным удовольствием согласилась Для того, чтобы смочь, помочь деткам Которые не могут своевременно обратиться Им приходится ждать очередей Выбивать направления какие-то То есть ехать достаточно далеко Вот, тут вопрос даже не стоял о том, что приду я или нет Потому что самое главное – это чтобы дети были здоровы Это достаточно узконаправленная профессия И очень часто думают Ой, детский гинеколог, а зачем? А куда? У нас же все в порядке Ничего, ребенка не болит Это очень ошибочное мнение Я думаю, что если бы все было бы в порядке, то с раннего возраста бы не назначали Обязательные осмотры детского гинеколога Беспочережения, конечно Он уже входит в календарь, и это не случайно Но очень много, скажем так, не обращают на это внимания Игнорируют, скажем так, тоже И вот ко мне часто бывает приходят мамы с девочками, уже с подростками И на вопрос, а делали ли вы ранее когда-либо УЗИ? Нет То есть абсолютно удивленное лицо А тут сделали, там, животик заболел, да И тут выявилось какое-то там достаточно больших размеров кистозное образование Нина Павловна, как часто девочки должны проходить диспансеризацию И в обязательном порядке проходить осмотр детского гинеколога? Ну, согласно 514 приказу, по которому мы сейчас работаем Первый осмотр врача-гинеколога Плановый, мы говорим о плановом Это в 3 года, потом это 5 лет, 7 лет, 9 лет А в дальнейшем это... Ну, далее уже, да, в подростковом возрасте, конечно, ежегодно Каждый год? Да, ежегодно Какие чаще всего отклонения от нормы выявляются? От национального уровня? По практике? С чем обращаются пациенты? Ну, в стационар одна проблема Амбулаторная, конечно, другая проблема Но часто очень это нарушение менструального цикла Дисфункция, болезненные менструации Тоже очень частая проблема Ну, у маленьких деток это вульвиты Синехи тоже очень часто встречаются Ну, кистозное образование яичников тоже Если говорить о работе детского гинекологического отделения Какой объем пациентов вы готовы принять и какую помощь им оказать? И как вы работаете? Работаем мы 24 на 7, круглосуточно По поводу количества пациентов Смело могу заявить, что оно не ограничено То есть кто поступит и кому потребуется помощь Помощь будет оказана на 100% всем Любое оперативное вмешательство И в экстренном порядке, и в плановом порядке Любые манипуляции, обследования То есть все, что необходимо для диагностики И для дальнейшей терапии Нина Павловна, все-таки с открытием детского гинекологического отделения Маршрутизация маленьких пациентов стала более комфортной Да, вы знаете, у нас в детской поликлинике У нас есть два детских доктора-гинеколога Которые ведут амбулаторный прием С приходом на Циумаровны у нас раз в месяц Будет проводиться день открытых дверей Мы это делали уже в июле месяце И продолжим в дальнейшем И, конечно, если доктора Вот я уже это повторяюсь Если доктора-гинекологи На приеме, видя у ребенка Какое-то кистозное образование Либо же какую-то острую гинекологическую проблему Нам приходилось на себя Вызывать скорую помощь, договариваться Это уходило, опять же, время Для того, чтобы маршрутизировать В какой-либо стационар Департамента здравоохранения Москвы В Подмосковье Детских, стационарных, гинекологических отделений У нас нет И вот впервые в Московской области Данное отделение открывается у нас И опять же... Мы, как всегда, новаторы Как всегда, Венцовы всегда первые И что мне еще нравится У нас есть доступность У нас есть преемственность И у нас есть тот механизм Когда мы можем позвонить Мы можем посоветоваться Мы можем узнать, что нам нужно сделать Провести какое-то дополнительное обследование Может быть, нам нужно этого ребенка Куда-то перенаправить То есть сейчас гинекологический профиль В данном случае, в Одинцовском районе Он будет закрыт То есть вот сейчас полный блок Первое, это первичная помощь Это в амбулаториях, в поликлиниках И второе, это стационар Это очень большая помощь Очень важно, конечно Планируется в дальнейшем развивать это отделение Увеличивать количество Да, конечно Возможно, еще добавлять Какие-то методики лечения Оборудование, опять же Оборудование, да Все будет Все планируемо И расширяться То есть все в наших руках И все будем делать для того, чтобы нашим пациентам было хорошо Чтобы они не болели и побыстрее выздоравливали Потому что с объединением 8 лечебных учреждений в единое целое Конечно же количество маленьких пациентов в том числе возрастет И поедут уже в Одинцовскую детскую больницу В поликлинику Все жители Одинцовского городского округа Включая Звенигород, включая отдаленные поселения Вы готовы к такой нагрузке? Мы готовы на 100% Конечно Главное, чтобы никто не болел Но если что, мы готовы Наши двери открыты Ну, самое равно Вот от вас, как от детского врача-гинеколога Несколько советов, наверное, все-таки В первую очередь мамам девочек Как правильно следить за девочкой И все-таки, если видят какие-то небольшие даже Пусть отклонения или что-то насторожило маму То что необходимо делать? Куда обращаться? Ну, конечно же, в первую очередь У мамы с дочерью должны быть доверительные отношения Особенно в подростковом периоде Очень часто девочки не говорят Стесняются элементарно Поэтому, ну, надо смотреть Может быть, обращать внимание Там во время менструации Да, как она себя ведет Может быть, дольше у нее Скажем так, выделение Да, то есть, обращать внимание На ее болезненные ощущения Может быть, в животе где-то заболело Может, на таблеточку какую выпила То есть, уделять этому внимание Конечно, максимально именно С психологической точки зрения Потому что дети редко что-то говорят Особенно такую интимную проблему А касаемо обращений Ну, наш именно стационар Если мы говорим сейчас о стационарной помощи Круглосуточно открыт И круглосуточно доступен В любое время Если какой-то вопрос возникает у мамы Можно обратиться в стационар В приемное отделение Естественно, ну, паспорт, полис, понятно, да И также и амбулаторную Конечно Сказала Нина Павловна Два детских гинеколога тоже То есть, если это экстренная помощь необходима Мама может спокойно взять ребенка Приехать в Одинцовскую больницу Если что-то в планном порядке То обратиться в поликлинику И оттуда уже доктора, гинекологи Мои коллеги детские направлены Но ни в коем случае не заниматься самолечением Не шестить интернет Не читать форумы Ни в коем случае Это в корне неправильно И можно читаться ужасных, конечно, вещей И когда проблема, казалось бы, маленькая И вот нами решаемо В течение 3-4 дней Когда начинают читать в интернете Это становится большой проблемой Уже с этим справиться сложно Потому что запущенных случаев много И мне хотелось бы еще добавить Что в связи с тем Что будет сейчас реорганизация И будет объединение Стольких учреждений К нам сейчас присоединится и Кубинка И присоединится Голицына И Перхушкова И дети, которые будут приходить к нам Сюда в поликлинику Если им нужна будет какая-либо помощь Первое, когда Если у них возник какой-либо вопрос Первым, кому они должны обратиться Это доктор-педиатр Они должны посоветоваться Стоит ли с этой проблемой Идти к доктору-гинекологу И сейчас, если у нас детская поликлиника Врачи-специалисты Как правило, это врачи Консультативно-диагностического отделения То сейчас с приходом доктора У нас помощь Станет более доступной Мы создадим больше ячеек Для самозаписи Когда мама, если она видит Какую-либо проблему у своего ребенка Либо же ей необходимо посоветоваться Она сможет сама записаться К доктору для того, чтобы Проконсультироваться и решить свою проблему И еще могу добавить Помимо всего Как уже было сказано Планирую проводить Дни открытых дверей каждый месяц Замарова, необходимо ли записываться На дни открытых дверей И где можно получить информацию? Записываться не нужно А информацию можно получить На сайте нашей Одинцовской больницы Прием буду проводить раз в месяц стабильно И отвечать на все вопросы родителей Абсолютно, на все интересующие мамочек вопросы И самих девочек, конечно же Спасибо за интересную беседу Спасибо, что были с нами Вы смотрели специальное интервью Оставайтесь на нашем канале До свидания